Вот за столько лет, то есть, сохранившиеся потом рецессии, там, в миллиметрах, их абсолютно устраивает, и мне ничего больше не хватит. Но это вмешательство, да, на открытом преддверии, конечно, оно травматичное, если честно. И, наверное, и там большой достаточно трансплантат неберется, поэтому, конечно, я думаю, что просто повторять уже пациенты не очень хотят что-то. И иногда эти двухэтапные методики заканчиваются на первом этапе. Но, по сути, мы устраняем чувствительность, натяжение и предотвращаем развитие дальнейшей рецессии, что, в общем, является на сегодняшний день, возможно, уже каким-то результатом. Достижение стопроцентной эстетики. Есть такая оценочная таблица, она называется Эшу. Это ВОЗовские такие, для науки придуманные специальные критерии, эстетические оценки, закрытие поверхности корня, они просто английского там переводятся. Ну, я вот сколько ни читала журналов, и после второго класса, дальше вот этот показатель Эшур, он везде ниже 87%. Поэтому, конечно, глянцевые журналы, которые нам показывают... Это фотошоп. Даже если это не фотошоп, всегда смотрите, что было исходное, что было с самого начала. Если там была сессия полтора миллиметра по первому классу, ну, доктор, конечно, молодец, что он выполнил работу, которую в Италии делают на пятом курсе студенты. Ну, в общем, это не стоит какой-то большой клинической статьи, да, в огромном журнале. Вот, конечно, на сегодняшний день даже есть вот большие главы, разделы книг, ну, последних вот таких вот, 15-18 года по парадонтологии. Сложные клинические случаи, они так и собраны, и описаны, как вот действительно то, с чем мы зачастую сталкиваемся, и мы не понимаем вообще, что с этим делать. Поэтому сегодняшняя вот эта база, то, о чем мы с вами говорим, я надеюсь, будет вам помогать решать сложные клинические ситуации. Потому что все врачи, которые с вами пришли, имеют опыт работы, и складывать А плюс Б, два лоскута, друг друга вы точно умеете. Вам нужны вот эти нюансы для планирования, для того, чтобы вы понимали все, что вы делаете, когда и как. И от вашего спокойствия и уверенности в себе у вас будет прекрасная работа и довольные пациенты. Ну, это наш третий класс, вот тут самый сложный. Теперь мы поговорим о корональном смещении. Когда-то оно называлось апикально-корональным, потом мы его как-то так все сократили. Ну и понятно стало, что мы стремимся все в сторону коронки, в сторону коронального смещения. Значит, какие показания у этой методики. Вот здесь мы начинаем с вами планировать операцию на этом этапе, что очень важно. Значит, показания к корональному смещению. Это первый класс по мейлеру, однослойная методика. Учитываем количество рецессий, да, понятно, что больше двух зубов мы не оперируем этой методикой. И уровень клинического прикрепления. То есть все вот эти показатели, наличие прикрепленной десны, наличие клинического прикрепления, высоты его, толщину ткани. Если все, что мы учли, попадает в однослойную методику, значит мы оперируем эти рецессии корональным смещением. Родители которого Лангер и Лангер с женой бардонтологи, вот они предложили в 72 году эту методику. И в общем она на самом деле никаких изменений сильных не претерпела. Там есть некоторые нюансы, которые сейчас там довели вот до ума. Но по сути она вот родная, как вот он ее выпустил, первично опубликовал. Вот она на сегодняшний день такая же. Второй класс по Миллеру, но также и первый класс по Миллеру, который будет учитывать уровень прикрепления десны, уровень продонтальных тканей. Здесь мы выбираем то же самое корональное смещение, но используем двухслойную методику. И учитываем ширину и толщину протенизированной или прикрепленной десны. Третий класс по Миллеру, он тоже является показанием для коронального смещения. Но при третьем классе никакого другого пластического материала, кроме как свободного десневого трансплантата, любого там для эпитализирования, особо эпиталиального, какого вы хотите, с бугра, со всех мест. Ничего нельзя использовать. Почему? Потому что при третьем классе, как вы запомнили, у нас есть уже убыль с источником. И при фиксации с листами костичного лоскута и трансплантата в 99% у вас будет где-то зиять сам трансплантат, он будет контактировать с полустерка. Для него это не страшно, он выживет. Но если там будет контакт пластического любого другого материала, он погибнет и, скорее всего, даст какие-то неприятности, осложнения для этой операции. Поэтому третий класс – это такая уже потеря ткани, что только аутотрансплантатом, к сожалению, можно решить вопрос. Иногда бывает, особенно у каких-то остейников, таких вот очень худеньких девушек, они, как правило, слонны. У них из-за бора этих трансплантатов большая сложность, потому что у них такая происходит атрофия тканей и с небной поверхностью тоже. И ты там где-то изыскиваешь эту возможность, просто хоть небольшую полосочку забрать. То есть это тоже проблема. Поэтому, конечно, если ее можно решить наличием пластического материала и не делать, да, не создавать второе операционное поле, я зачастую иду на это. Но третий класс, если уж там какое-то истончение, это всегда показания, как он использует. Ну, противопоказанием для тронального смещения является четвертый класс по Миллеру. Объясню почему. Потому что это невозможно просто сделать. Там нету сосочка, соответственно, ни к чему будет фиксировать ни трансплантат, ни снисленный киастичный лоскут. Просто невозможно выполнить по методике самовмешательства. Наличие тяжей уздейчик, мы поговорим о нем, насколько оно является противопоказанием. Оно действительно условно. На верхней челюсти очень часто одномоментно с мобилизацией лоскута вы можете истечь уздечку или тяж. И сделать это все выполнить в ходе одной операции с закрытым доступом. Очень красиво, без рубцов. На нижней челюсти чаще всего нет. Там приходится использовать двухэтапный метод. Для коронального смещения отсутствие прикрепленной деснеопекалини и рецессии, то есть то, что меньше миллиметров, то есть ее отсутствие, является условным противопоказанием для однослойной методики. Это противопоказание для двусловной показания. Поэтому это, в общем, границы, которыми вы можете манипулировать в разные стороны, просто используя вот этот подход такой именно дифференциальный. Челюидный этикет, то выше слизистой десневого соединения. Наверняка вы все столкнулись в своей практике с такими рецессиями узкими, длинными и высокими. И там, где опекальная, нету никакой прикрепленной деснеопекалини. Вот эти рецессии лучше корональным методом не оперировать. Я бы даже сказала, что это фактически невозможно сделать. И как-то называются, да? Трещины там? Ну, щелевидные дефекты. Они называются в литературе, они описаны как щелевидные дефекты. Они так и описывают. Они на всех языках, причем звучат абсолютно одинаково. Они именно выше слизистой десневого соединения, когда тессия уходит прямо в собственную свободную слизистую. Я покажу клинически, как это все выглядит. Ну вот, мы подошли к выбору метода.